Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Смываю, так с ней не засыпаю, потому что она, ну, очень активная. После этой маски лицо настолько очищенное, какое-то оно светится, оно классное. И я буду использовать в качестве завершающего этапа очищения-увлажнения вот такой вот тоник. Мне давали эту миниатюрку в подарок, и, если честно, я от нее прям не в восторге. Она неплохая, но не настолько, чтобы я купила полный размер. Этот тоник именно для сухой кожи, и, наверное, он создан для того, чтобы как бы увлажнять, как-то запечатывать кожу. Но я больше люблю другой эффект. Мне нравятся тоники, как будто вода на основе трав, что-то такое, чтобы я чувствовала увлажнение от воды. Я думаю, вы поняли, здесь именно вопрос в ощущениях. Перед тем, как нанести крем, я нанесу вот такую сыворотку от Clorans Double Serum. Они бывают разные, есть еще синенькая. Если честно, я не вникала в то, чем они отличаются, какое действие именно у этой сыворотки. Я знаю, что у нее антивозрастное действие. И чаще всего сейчас, пока нет морозов, и погода не такая уж холодная и ветреная, мне иногда хватает просто этой сыворотки, и не нужно даже наносить крем. Она такая масляная, и, возможно, людям со смешанной кожей или жирной она не подойдет, потому что она действительно такая прям маслянистая. И, кстати, здесь есть возможность регулировать степень подачи. Я сейчас использую маленькую дозировку, а вот когда кожа явно пересушена, использую большую. Но увлажнять кожу я буду ночным кремом от Estee Lauder. У меня это антивозрастная серия. Здесь вопросов много. Кто-то говорит, что антивозрастной серией лучше пользоваться уже потом, когда появились такие очевидные морщины, я придерживаюсь того, что нужно исходить от конкретных потребностей кожи. У меня кожа сухая, обезвоженная. И если я не использую антивозрастные крема, то у меня она просто пересушенная и выглядит, если честно, как урюк. У меня сразу появляется очень много мелких-мелких морщин, потому что тип старения у всех разный. У кого-то такие крупные морщины, у кого-то это мелкоморщинистый такой тип старения лица. Я скорее отношу себя к ним, потому что у меня очень много мелких каких-то таких морщин, которые явно возникают от того, что у кожи не хватает влаги. Сегодня хочется чуть больше поухаживать за своим телом, чем обычно. Я отправляюсь в душ и начну с головы, так как первым делом я мою голову. Использую шампунь твердый от Greenway. Я его уже показывала. И также мне очень нравится кондиционер для волос от Sexy Hair. Это кондиционер для волос для блондинок. Он очень жирненький. Я бы даже сказала, ближе его можно отнести к маскам. Хорошо так увлажняет, напитывает волосы, несмотря на то, что это просто кондиционер нанес и смыл. Еще у этого кондиционера очень классный аромат профессиональных средств для волос. И в течение дня я слышу этот аромат. И он мне очень нравится. То есть от своих волос. А ухаживать за своим телом я сегодня буду таким образом. Буду делать скраб для тела. У меня это белорусский скраб Vitex. Он много чего обещает. Здесь и скраб для тела, и двойная эксфолиация. Масло Цубаки, протеины шелка, аха-кислоты. Ну, в целом, на мой взгляд, скраб и скраб. Он такой жирненький. Действительно неплохо увлажняет. Потому что он такой очень кремовый. Это секреты Азии. Для того, чтобы удалять волосы на ногах, я много-много лет пользовалась эпилятором. Не знаю, по какой причине. Но в этом году я перешла на бритву. То есть у меня всегда дома была бритва, но я никогда не любила ей пользоваться. А сейчас перешла на бритву. И у меня это Винус. Ничего особенного. Кстати, вот такая вот с двойными подушечками. Мне нравится не так сильно. Больше классическая. И взять, допустим, гель для бритья. Ну, а вот этот лосьон для тела от Биотерм. Я вам уже показывала. Вернее, это увлажняющее молочко с маслами цитрусовых. Оно очень круто увлажняет. Его надолго хватает. У меня оно с лета. И оно очень круто распределяется по телу. При этом действительно даже самую сухую кожу оно увлажняет. И хочу сказать, что получше многих баттеров для тела. У меня достаточно много косметики. В том числе и уходовой. Но я не могу назвать себя фанатом. То есть я не скупаю все ради того, чтобы все попробовать. Если мне какой-то продукт нравится, то я к нему возвращаюсь и возвращаюсь. И вот так много лет уже я возвращаюсь к этому дезодоранту от Lancome. Называется он Bacash. У Lancome есть целая линейка этих дезодорантов. Есть шариковый. По-моему, даже спрей. Но мой самый любимый в креме. Его выдавливаешь просто на пальцы и наносишь на зону подмышек. Мне очень понравился дезодорант от Nux. Я с удовольствием им пользовалась летом. И в начале осени у меня этот дезодорант до сих пор есть. Но почему-то именно с приходом холодов мне стало его не хватать. Может быть потому, что надеваю свитеры. И приходишь в помещение, становится жарко. Выходишь из помещения холодно. И вот этот перепад температур возможно поэтому. Мне дезодоранта этого не хватает. Да, в этом дезодоранте от Lancome есть, по-моему, соль и алюминия. Он не такой уж и безвредный. Но в этом случае я, конечно, выбираю комфортный. Надеюсь, что не настолько уж он вреден. Если вы ищете какой-то действительно классный дезодорант, который выдерживает. Целый день я наношу его на ночь. Где-то прочитала, что правильнее всего наносить дезодоранты, даже антиперспиранты, на ночь после принятия душа. А утром просто можно принять душ и он работает. Так я и делаю. В принципе, мне хватает до следующего вечера. На этом мое уютное осеннее видео подходит к концу. Я очень надеюсь, что смогла вас смотивировать, отречься от быта, от каких-то насущных проблем. И уделить себе час-два времени лично для себя. Уйти в глубины своего разума. Вдохнуть ароматы косметики. В общем, насладиться просто временем, проведенным для себя. Это нужно всем. И это нужно обязательно. Надеюсь, что это видео вам понравилось. С вами была ваша Лиля Власенко. До встречи в новых роликах. Всем пока-пока.